Абсолютно реально, потому что это не секрет, что многие страны, как, собственно говоря, и наши наверняка, используют дипломатический статус, в том числе для того, чтобы в постоянном режиме иметь действующих разведчиков на территории той или иной страны. И поэтому те издевки, которые звучали в отношении неких атрибутов, которые были у этого разведчика, они звучали из уст людей крайне некомпетентны, потому что все эти атрибуты, они действительно используются всеми спецслужбами наряду и самыми современными средствами. И здесь вопрос в другом, что регулярно у нас выявляются те или иные разведчики других стран, но не всегда это придается политическому звучанию. Я думаю, что в плане введения контрпропаганды на территории Российской Федерации этому, наверное, рядовому событию было предано определенное звучание в средствах массовой информации. Поэтому не вызывает сомнений о реальности того, что человек вел разведывательную деятельность. Сомнений никаких быть не может. И то, что это предано огласке, я думаю, что тоже политически оправдано именно с точки зрения внутренней политики, потому что, к сожалению, последние 20 лет в части воспитания патриотизма и любви к нашей Родине мы серьезные позиции упустили. И, к сожалению, на многих граждан оказывает постоянно влияние пропаганды американского образа жизни Америки. Тем, кто был в Америке, они наверняка увидят, что как там повернута пропаганда, мы рядом с ними просто не стояли. Даже Бостонское дело, я сам мониторил американские каналы, каждый час по всем американским каналам Братья Царнаева назывались русскими, хотя юридически никакого отношения к России они, собственно говоря, и не имеют.